Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, с нами на связку. Игорь, здравствуйте. Начну наш разговор, как и сказала, уже с обстрела. Окупанты снова обстреляли беспилотниками Украину, но мы уже видим, как БПЛА очень близко долетает и до Москвы, и в Питер, и вообще на территории Российской Федерации. Как это, по вашему мнению, влияет на моральное состояние самих россиян? Они уже понимают, что война перешла на их территорию? Я думаю, что россияне в массе, скорее всего, пока это не чувствуют и не понимают, потому что это одиночные какие-то вещи. Но сравните, вы сами просто прикиньте, сравните те массовые обстрелы, которым подвергаются украинские города, когда десятки, сотни ракет бьют, когда есть большое количество жертв. Буквально только что, этой ночью были массовые обстрелы Киева и других городов. И есть жертвы серьезные, что касается среди мирного населения, когда попадают в девятиэтажку и более 20 человек погибают. Ничего похожего в России нет. Сравнивать даже невозможно. Поэтому вот этого ощущения, что война пришла на территорию России, этого нет у массы населения. Это очевидно, что война по-настоящему на территорию России не пришла. Ощущение приближающегося конца, вообще то, что сейчас происходит, основное слово, которое можно обозначить прошедшие минувшие недели, ну, видимо, там пару недель, это ожидание. Ожидание украинского наступления. И вот это ожидание, оно вызывает очень тревожные чувства, может быть, даже у кого-то страх, у кого-то панику. Но это касается российской верхушки. Это не касается населения. Вот население российское этого ничего не чувствует. И, в общем-то, про грядущее украинское наступление, в общем, мало что знает. Потому что, да, в телевизоре об этом говорят, но говорят мало ли чего, много говорят. Поэтому вот такого, чтобы население российское, граждане, это нет. Верхушка, да, верхушка очень обеспокоена. Кто-то в панике. Вообще, в принципе, уже многие в российской верхушке имеются в виду чиновничество, и даже вооруженные силы, в принципе, уже как-то привыкают к грядущему поражению. Ну, некоторые, такие как Гиркин, уже прямо предсказывают, что нас будут бить. Вот. Практически гарантируют, что поражение неизбежно. Другие хорохорятся, бодрятся, там, изображают из себя припадочных, такие как Медведев, там, Рогозин и так далее, Соловьев. Ну, это обычная клоунада. Вот. Это люди просто исполняют свои номера. Ну, а тревога, да, тревога и опасения, и предвкушение предчувствия будущего поражения, это у российского чиновнического есть, а у населения этого нет. Игорь Александрович, мы видим, что сейчас многие города в Российской Федерации отменяют празднование 9 мая, уже более 20 городов решили не проводить парады, говорят, из соображений безопасности. А по вашему мнению, какими тогда будут эти скрепные дни в Российской Федерации? И в Москве отменят ли парад или все-таки проведут? Ну, я считаю, что вероятность отмены парада в Москве очень близка к нулю. Вот сегодня у нас восьмое, и, кстати говоря, вот это настоящий день победы, если уж так говорить, исторически. Все-таки капитуляция Германии была подписана именно 8-го числа. Вот. Ну, просто из-за каприза Сталина, так сказать, второй раз подписание капитуляции было сделано специально, показательное для Сталина, чтобы Жуков подписал. Вот. Но если говорить об отмене парада завтрашнего, то я считаю, что это крайне маловероятно. Я думаю, все-таки парад состоится, ну, скажем так, с вероятностью 99,99%. Вот то, что в городах отменяется, да, безусловно, понятно, что контролировать, как бы следить за тем, чтобы, значит, кто-то, в данном случае неважно, кто, Украина ли или сторонники Украины в самой России, не, значит, не воспользовался этими парадами для того, чтобы продемонстрировать, что в России все идет не так хорошо, как хотелось бы российскому фашистскому руководству в Кремле, ну, вот такой гарантии нет. Видимо, насчет все-таки какие-то меры безопасности по защите Красной площади будут предприняты. Насколько они будут успешными, посмотрим, завтра увидим. Я считаю, что, конечно, День Победы было бы неплохо, если бы все-таки, поскольку это День Победы над фашизмом, то этот День Победы вполне могли бы отметить парадом, воздушным парадом украинские беспилотники. Ну, это уже дело, это дело уже украинского военного и политического руководства. Ну, вот, кстати, россияне к этому готовятся, потому что сотрудникам Росгвардии, которые будут работать на Параде Победы, выдали антидроновые оружия и говорят, что выдали оружие одно на экипаж, также машины с полицейскими будут находиться на местах и контролировать ситуацию, и также есть у них бинокли, чтобы они все это отслеживали. А вот по поводу Путина. После атаки беспилотника на Кремль, Путин все-таки выйдет с речью, и это будет настоящий или все-таки тот, который выйдет на три минуты что-то сказать, потому что уже Песков прокомментировал и говорит, что Путин таки, да, будет, но то, о чем он будет говорить, мы не анонсируем. Ну, естественно, Песков ничего другого сказать не мог. Что касается мер безопасности, я не знаю, там, может быть, по совету депутата Журавлева еще заготовили некоторое количество боевых орлов, для того, чтобы они заклевали украинские беспилотники. Возможно, и такие меры безопасности будут приняты, но также можно выдать еще всем, так сказать, стоящим на трибуны рогатки для того, чтобы их сбивать. Ну, это из серии вот того, как готовится Россия для предотвращения вот этой грядущей атаки дронов. Что же касается Путина, то я думаю, что он, в принципе, в том или ином виде будет. Это вообще тут сомневаться не приходится. Что касается, кто будет, он или двойник, то я полагаю, что тут история очень простая. Значит, двойников никогда не используют для того, чтобы показывать близко. Значит, вполне возможно, что двойник будет на Красной площади, а выступление Путина будет заснято, и там он будет что-то открывать рот, а выступление Путина будет заснято в студии, я не знаю, в студии Мосфильма, может быть, для того, чтобы его потом смонтировали и показали этот монтаж. Ну, как обычно делают с артистами, с каскадерами, когда дублер там куда-то прыгает, а потом показывают артиста крупным планом, когда он, так сказать, что-то снято до этого в студийной обстановке. Так что я думаю, что такой вариант возможен. В принципе, это, я думаю, что это делается, и уже не раз делалось. Я все-таки не думаю, что Путин ездил там по Мариуполю. Вот, скорее всего, это была та же самая история, когда просто сама беседа с жителями Мариуполя была снята где-нибудь там поблизости от Кремля, значит, в студийной обстановке, а потом это было смонтировано, так сказать, перенесено на Мариупольские улицы. То есть, ну, обычный монтаж. Я думаю, что Мосфильм в состоянии. Да, это не Голливуд, конечно, но все-таки Мосфильм достаточно профессиональная студия, и там могут сделать неплохой монтаж. Так что беспокоиться здесь не надо. Ну, а что будет говорить Путин? Это, в общем, на самом деле уже мало интересно. Ну, что, о ядерном оружии снова вспомнит? Ну, вспомнит. Ну, слушайте, он вспоминает регулярно там о печенегах, о половцах. Вот это ядерное оружие, это из этой же серии, понимаете, это вещи. Это какие-то воспоминания о несуществующих вещах. Да, конечно, ядерное оружие есть, но очевидно, что оно уже перестало выполнять функции устрашения, перестало выполнять функции шантажа, перестало выполнять функции сдерживания. То есть, на самом деле, ну, а поскольку реальных боевых функций у ядерного оружия сроду никогда не было, поэтому я думаю, что это, в общем, достаточно бесполезные, бесполезные, так сказать, игрушки, и Путин их никогда не применит. Вот, так что содержание. Вообще, я просто хочу, чтобы вы обратили внимание, и в том числе вы, уважаемые украинские коллеги, что интерес к тому, что говорит Путин, он остался еще у нас с вами. А людей уже мало это интересует. На самом деле, интерес к Путину, как к фигуре, который может нести в себе некоторый неожиданный заряд, он постепенно утрачивается. То есть, сейчас уже повестку дня перехватили, во-первых, перехватила Украина, а что касается России, то здесь основные ньюсмейкеры это Пригожин, Кадыров, ну вот такие вот люди. Ну и самое главное, что сейчас главный ньюсмейкер – это генерал Залужный, Владимир Зеленский и украинская армия. Вот главные ньюсмейкеры сегодня. Как вы считаете, Владимир Путин – законная цель для Украины? Да, абсолютно. Сто процентов. Я считаю, что это абсолютно законная цель, и не только для Украины, но и для Соединенных Штатов Америки. Абсолютно законная цель. И я абсолютно убежден в том, что, например, вот операция американского спецназа «Копье Нептуна», которая была осуществлена по прямому приказу президента Соединенных Штатов Америки Барака Авана, и под его личным наблюдением, он дистанционно наблюдал за этой спецоперацией, когда был убит сам Бен Ладен, который на тот момент был главным террористом планеты. Но сейчас совершенно очевидно, что главным террористом планеты является Владимир Путин. И поэтому его уничтожение – это, в принципе, был бы очень правильный поступок. Другой вопрос, что на сегодняшний момент нет политической воли ни у Соединенных Штатов Америки. Ну, кто может осуществить эту спецоперацию? Могут Соединенные Штаты Америки, может Израиль, наверное, возможно. Вот может ли это сделать Украина, я не знаю. Но политической воли на это нет точно. Насколько это хорошо? Но законной целью он 100% является, безусловно. О потере Крыма хочу еще с вами поговорить. Также гауляйтеры заявляют о многих беспилотниках. Ранее говорили 10 сбили, теперь уже 22. С каждым днем все больше и больше. Но есть еще и надводные дроны, которые тоже и доплывают, и долетают, и все это происходит сейчас в нашем Крыму, потому что идет подготовка к контрнаступлению. Потеря Крыма для Путина, она будет его концом? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю. Потому что на самом деле это, безусловно, будет очень серьезный удар. Насколько он будет смертельным для Путина, я не могу ответить. Потому что очень многие, и я в том числе, ошиблись, когда думали, что я не предполагал, что потеря Херсона, ну, вернее, для оккупации Херсона, будет смертельным ударом для Путина. Но я думал, что это будет некоторое потрясение. Оказалось, нет. Оказалось, что этого вообще не было замечено. И я думаю, что российская пропаганда уже очень интенсивно готовится к потере Крыма. И заготовила такие... Ну, я нисколько не сомневаюсь, примерно в каком направлении будет это все сказано, что вот, там, Кутузов сдал Москву, потом выиграл сражение. То есть, ничего страшного. Да, Крым был наш, будет наш, сейчас он пока не наш, ну и так далее. То есть, вот эта риторика, я уверен, что она уже... Уже инструктажи подобного рода ведутся. Будет попытка все объяснить и, как бы, опять сказать, что все идет очень хорошо и все идет по плану. Что вообще с самого начала, 24 февраля, Путин так и задумывал сдать Крым. Вот. Но это может оказать серьезное воздействие, прежде всего, на силовиков. Потому что они, значит, укладываются штабелями в украинский чернозем. И возникает вопрос, зачем, за что. За то, что Крым был российский, когда Путин до 24 числа, февраля прошлого года. А сейчас вот Путин начал эту все безумную войну и потерял, ну, в том числе и Крым. Это может, так сказать, сказаться, прежде всего, на поддержку силовиков. Если это сработает, если это сдетонирует, ну, тогда, да, тогда, скорее всего, Путин власть потеряет. Ну, а вместе с ней жизнь. Но гарантии, гарантии здесь дать очень сложно. Я думаю, что это вот 50-50. Может уцелеть, может нет. Минобороны Российской Федерации пообещала ЧВК «Вагнер» дать столько боеприпасов, сколько понадобится. Об этом заявил Пригожин. И говорит, что также им дают Суровикина, который будет принимать все решения и организовывать взаимодействие с Министерством обороны. Ну, как и предполагалось, в принципе, никто выходить из Бахмута не будет. А как нам понимать вот этот вообще сериал Пригожина-Кадырова? И нужно ли серьезно к этому относиться, зная о том, что россияне мастера в дезинформации? Вы знаете, я думаю, что здесь, ну, скажем так, да, это все, конечно, троллинг. И Пригожин – это вообще огромный, кроваво-раздувшийся тролль на фоне войны, на почве войны, вскормленный кровью. Ну, это понятно, что там был очень большой элемент игры во всем этом. Но относиться серьезно в том смысле, что, понимаете, когда публично, в открытом эфире, в открытом доступе, значит, частное лицо, предприниматель, бывший повар, бывший уголовник, открыто материт высшее военное командование и крайне пренебрежительно, оскорбительно высказывается о президенте России. И на это нет никакой реакции. То есть то, что говорил Пригожин в отношении Шойгу и Герасимова, я цитировать не буду, поскольку, так сказать, придам их материться непривык. Что же касается его высказываний по отношению к Путину, то они были крайне пренебрежительные, крайне оскорбительные. И никакой реакции. То есть это означает, что, в принципе, Путин все-таки в значительной степени утрачивает контроль за происходящим. Не утверждаю, что совсем, но в значительной степени. И это, в общем, внушает, так сказать, какие-то... Это хорошая история. И то, что на сегодняшний момент оккупационная армия лишена единоначалия, потому что совершенно очевидно, что ни ЧВК Вагнер, ни, так сказать, вот эти подразделения Ахмат, они... То есть ЧВК Вагнер подчиняется Пригожину, ну, Уткину, в частности, командиру, но Пригожину как хозяину. Ахмат подчиняется Кадырову, но ни та, ни другая, ни то, ни другое подразделение не подчиняется ни Шойгу, ни Герасиму. Единоначалия утрачена. Это хорошая история. И перед наступлением эта информация не лишняя. А вот какова роль вообще Кадырова? Потому что сначала он заявил, что мы будем давать свои силы, вот если Пригожину уходит. А потом он обратился к Вагнеру и говорит, нет, сиди, он еще так жестко к нему обратился. Но при этом мы знаем, что Кадыровцы, которые на фронте, они особо не идут в штурм. Они более могут быть за гранатрядами, в тылу работать. Но что вообще хочет показать сам Кадыров? Что он лучше Пригожина и у него получится взять Бахмут? Да нет, конечно. Пригожина и Кадыров совершенно не собираются бросать своих разжиревших, зажравшихся, увешанных золотыми пистолетами джигитов, совершенно не собираются их бросать на убой. Это не уголовники ЧВК Вагнера, которых совершенно не жалко. Нет, эту гвардию он выкармливал, значит, она, так сказать, является его гарантией того, что его просто не убьют, я имею в виду Кадырова, не убьют многочисленные кровники, которых у него половина Чечни, а еще и огромное количество народов в эмиграции, которые очень ждет того момента, когда можно будет свести с ним счеты. Поэтому вот эти люди, это его гаранты. Несмотря на то, что они формально относятся к Росгвардии, подчиняются они ему лично. Это тоже достаточно очевидно. Пригожин, на самом деле, определенное время он был, что называется, рука об руку в обнимку с, в смысле, Кадыров был в обнимку с Пригожиным, когда они были по одну сторону баррикады и вместе ругали Шойгу и Гураса Герасимова. Потом, значит, с Пригожиным поговорил Путин, сказал, велел ему, так сказать, отстраниться от Пригожина и велел ему немножко укоротить, то есть поставить, привести Пригожина в чувство, что Кадыров постарался сделать, правда, не очень членораздельно, но, тем не менее, понятно, значит, сказав, что, так сказать, у нас есть один создатель, создатель наш Путин, поэтому мы живы и будем умирать за Путина, имея это в виду, значит, друг Женя. И вообще, друг Женя, не забывайся, кто из нас старший, вот в данном случае ты будешь делать то, что тебе скажут. Ну, то есть поставил его на место. Со стороны Пригожина, какого-то адекватного ответа, Пригожин, который обычно вообще за словом в карман не лезет и обычно на подобного рода вещи отвечает, так сказать, мгновенно матом, в данном случае ничего не ответил, то есть, ну, скушал. То есть его просто, так сказать, немножко отхлестали, значит, по щекам публично. И сделал это Кадыров. От Кадырова он стерпел. Так что здесь, в общем-то, ситуация именно такая. То есть в какой-то степени я думаю, что Кадыров это будет определенный заградотряд, который не позволит Вагнеру уйти из поля боя. А Вагнер, Пригожин хочет на самом деле, что называется, как-то отползти, отползти, потому что попадать под католку украинского наступления и уничтожать остатки Вагнера он не хочет. И, кроме всего прочего, он хотел бы немножко дистанцироваться. И, насколько я понимаю, у него огромное желание уползти в Африку, потому что там сейчас намечается большой раздел, так сказать, недорок в Судане. Его ждет Центральная Африканская Республика с ее богатствами и так далее. То есть ему, конечно, уже хочется в тепло в Африку, но пока никто не пускает. Поэтому пока будет гробить и по-прежнему уничтожать свое ЧВК здесь. Кирилл Буданов в одном из своих последних интервью заявил, что в РФ есть силы, которые хотят ликвидировать Пригожина. У вас есть предположения, кто бы это мог быть? Ну и вы вспоминали сегодня заявление Гиркина, где он назвал тоже Пригожина, высмеял его, спрогнозировал неудачу россиян на фронте. Вы знаете, количество людей, которые бы хотели, чтобы Пригожин перестал, так сказать, существовать и, по крайней мере, перестал говорить и перестал что-нибудь делать, я даже затрудняюсь сказать, а кто бы этого не хотел. Потому что на самом деле Пригожин объявил войну, ну он это называет глубинное государство, в переводе на человеческий язык, это практически все российское чиновничество, вся российская бюрократия, в том числе и военная. То есть я думаю, что среди военных, среди силовиков, очень многие очень хотели бы как-то ликвидировать Пригожина. Пока такой команды не было. То есть понятно, что если Путин захочет, то Пригожина не будет на следующие несколько минут. Ну, но пока Пригожин Путину нужен, да, он живет, он дышит, он существует до тех пор, пока он нужен Путину. Ну это, в общем, довольно очевидный расклад. И, ну, понятно, что может наступить какой-то момент, когда Путин наслаблет настолько, что его воля уже не будет иметь решающего значения для Пригожина. Но пока это так. И количество людей, которые ненавидят Пригожина, которым он перешел дорогу, Ну, слушайте, у него доходы по контрактам из бюджета Минобороны за год выросли в несколько раз. То есть у него сейчас уже доходы, если не ошибаюсь, 4 миллиарда 700 миллионов доходят. В то время, как еще год назад они были чуть больше одного миллиарда. А сейчас 4 миллиарда 700 миллионов. То есть он высасывает из бюджета Министерства обороны все, что может. И не только из бюджета Минобороны. Вообще это война за деньги. Надо понимать, что за всеми этими скандалами, за всеми этими склоками стоят деньги, большие деньги. Пригожин – это про деньги. Он создал очень доходное предприятие, не только Чивака Вагнер, но и фабрика троллей, и медийная империя. Он создал несколько достаточно хорошо работающих предприятий, которые эксплуатируют, жируют на крови, жируют на лжи. То есть это предприятие, производящее трупы, имеется в виду Чивака Вагнер, предприятие, производящее ложь, это его фабрика троллей. И предприятие, производящее пиар, это его медийная империя. Вот, собственно говоря, ну все это про деньги. Так что Пригожин – это в основном про деньги. Здесь надо просто видеть, так сказать, основу всех его действий. Игорь Александрович, хочу еще спросить у вас о Прилепине. Он вышел на связь после подрыва автомобиля и заявил, что сам был за рулем машины в момент взрыва, а взрыв произошел справа от него под другим передним колесом. Я вот хотела спросить, а все российские писатели ездят с охранниками, с водителями, ну либо с кем-то, кто с ними всегда рядом? Ну вы знаете, ну все-таки Прилепин на сегодняшнем, понимаете, у каждого из нас есть много разных идентичностей, да, то есть есть идентичность там по профессиональному признаку, есть по там идейному, еще что-то. Но Прилепин, конечно, никакой не писатель в данный момент. Да, он, безусловно, автор нескольких романов, там мы с вами вряд ли будем сейчас заниматься литературной критикой и обсуждать какие романы, но он, безусловно, автор. Но он в данном случае, конечно, никакой не писатель по главной своей идентичности. Он, во-первых, майор, он, так сказать, является майором, действующим майором ДНР. Ну я не знаю, там сейчас, видимо, это звание конвертируется в майора российской армии. То есть он военнослужащий, он абсолютно легитимная цель. Вот и спрашивали, является ли Путин легитимной целью для Украины. Безусловно, да. Но и Прилепин, несомненно, легитимная цель для украинской армии, потому что он является действующим военнослужащим, который, ну, по крайней мере, по его заявлениям, он убивал украинцев и граждан Украины. Плюс к этому он призывал к убийству граждан Украины других людей, в том числе практически всех россиян. Поэтому он, конечно, легитимная цель. Что же касается остальных писателей, ну, конечно, те писатели, которые не являются военнослужащими, не являются комбатантами и не являются разжигателями войны, конечно, им не надо пользоваться охранниками, не надо надевать бронежилеты и совершать какие-то меры предосторожности. Хотя, как показала практика, эти меры предосторожности все равно не срабатывают. И военные преступники либо будут уничтожены, либо окажутся под судом. Ну, я искренне желаю Прилепину, чтобы он все-таки оказался под судом. Хотя, конечно, если его убьют, это будет абсолютно легитимно и законно, потому что, на самом деле, идет война, и Прилепин – это очевидный, явный враг. – Знаете, на что я еще обратила внимание, что как только в России что-то подрывается, в Крыму что-то полыхает, они начинают заявлять о задержании некой украинской ДРГ. И вот в день подрыва Прилепина ФСБ заявило о задержании украинской ДРГ, которая планировала беспилотниками уничтожать российские самолеты. Вот как вам, как журналисту, как человеку, который хорошо разбирается в медийной истории, это попытка перебить все? Или зачем они делают такие якобы задержания? – Ну, понимаете, чтобы сделать так, чтобы человек, которого задержали через пару часов, признался в том, что он лично убил Кеннеди, это несложно. И это постоянно присутствует в практике. То есть задерживают первого. Ну, в данном случае, насколько я понимаю, задержали какого-то парня, который гулял по лесу, и через некоторое время он сказал, что да, действительно, вот он собрался убить Прилепина. Ну, и плюс к этому он еще там собирался совершить несколько терактов. То, что до задержания этот человек вообще не знал, кто такой Прилепин, у меня есть уверенность, ну, примерно стопроцентная. Для чего это делается? Ну, делается для того, чтобы россияне чувствовали, что вот возмездие, вот, так сказать, работают спецслужбы, смотрите, как здорово, мы вас защищаем. Вот, какое это имеет отношение к делу, и насколько эти люди являлись и как-то причастны к покушению на Прилепина, ну, я думаю, что вероятность того, что это не так, примерно близится к стопроценту. Игорь Александрович, огромное вам спасибо за ваше мнение и за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Я желаю вам хорошего дня. И напоминаю, что Игорь Яковенко, российский опозиционный журналист, был визнамы на звязку.